Всем привет, друзья! Микрофон Олекс, мы начинаем смотреть The Summit. Преквалификация китайского дивизиона, команда Вичи Гейминг Потеншал против коллектива The Deck Yass. Это Best of 3 игра, игра, где уже, в принципе, скоро определится тот участник, который пройдет. В основную часть квалификации The Summit и The Deck Yass и Вичи Гейминг Потеншал. Одни из самых сильных команд Вичи Гейминг Потеншал попали в эту ветку. По сути, прямым инвайтом над The Deck Yass боролись и прошли долгими мучениями. Насчет коэффициентов The Deck Yass 1.5, Вичи Гейминг Потеншал 2.2. Есть у нас фаворит, но опять же, цифры очень скользкие и, в принципе, может случиться и чудо, и команда Вичи Гейминг Потеншал, которую мы не видели. После, по сути, мейджора я не припоминаю, где они были, чего они были, в общем, не играли. В то время как The Deck Yass играли много, ну, посмотрим, посмотрим. Команды, по моему мнению, равны, и, в принципе, тут все зависит от того, кто как собран, кто как проснулся, кто как покушал, ну и, разумеется, кто как пикнет в итоге, кто как сыграет. Тут много факторов, которые повлияют на игру. Все-таки это спорт, почему мы любим доту, потому что тут все может быть по-разному, и фаворит может выиграть аутсайдера, и наоборот может произойти. И нави там распасы смогут, в общем, все, что угодно может произойти. Ладно, переходим к драфту, Вичи Гейминг Потеншал. Берут себе Лину, Баратрума и Рубика, Банни, Шедуфинда, Думбрингера, Виверну и Фэнтом Лансера. Deck Yass отвечают пиком Кенуф Пейн и Клоков, Банни, Туск, Дазл, Брудмазер и Инвокер. Нету пока что еще Алхимика, не у команды Deck Yass, не у команды Вичи Гейминг Потеншал. Ждем, возможно, появление именно данного мидера. Десять секунд. Десять секунд. Пять секунд. Десять секунд. Да, ДК, которые себя показывают, ну просто, невероятным образом, на них коэффициент 2.2 против Тонгфу 1.5, я советую на этот матч поставить. Конечно, это не стопроцентная победа, но, по-моему, тут букмекеры ошиблись. И ДК-скудери поинтереснее выглядят, посильнее, но это будет, разумеется, позже. Пока что играть с Deck Yass и Вичи Гейминг Потеншал берется у нас Вич Доктор. Такой вот саппорт, пока что лишь один. Пока непонятно, кто будет саппортить еще. Но, в принципе, Team Fight сильный, инициации хватает. Та же Квиннов Бен с блинком, Соник Вейв Скрим, плюс Клок Хукшот. Под все это может быть Вич Доктор с касками, с Дезвордом, в общем, есть чем убивать и иницировать. Ну, Вичи Гейминг Потеншал хорошая пачка саппортов. Если это Лина Саппорт, то Рубик плюс Лина это оружие для убийц за счет наличия телекинеза под стан, под фейтболт, задув. То есть там четыре сразу можно способности использовать и убивать. Даже Клокер Коносложный, казалось бы. Толстый герой, но убить его будет не так уж и сложно. Ну что ж, Алхимик. Неужели не возьмут? Неужели не забанят и не пикнут? Будет странно, потому что для Вичи Гейминг Потеншал Алхимик, но он заходит. Если это Лина Саппорт, Рубик Саппорт, Баратрум на сложно, то Алхимик вполне может залететь. Чоггернаут. Радиант Тим Пик. Майнкарри Джиггернаут все-таки, ну что, неужели это Лина мизера? Потому что нынче уже Лину в соло-мид не практикуют. Да, ее понерфили и все-таки эти 100 дэмэджа, знаете, они ощущаются. С ультимейта и Лина больше рассчитана на таргет дэмэдж. На таргетную цель. И как-то воевать после того, как прокастует она Стан, Дрэгон Слейв, Лагуна Блейд, Юл. Больше она ничего сделать не может. Да, у нее огромный атак спид, но дэмэджа обычно не так много с руки. И кроме там убить какой-нибудь фич-доктора, Лина ничего сделать не может. Поэтому, не знаю, я лично считаю, что лучше Лина используется как саппорт и забрать сейчас Алхимика. Тут еще и Сларк появился, герой, которого сложно подцепить. Ну, контроль, конечно, вичи-гейминг есть, но его не так уж и много. Опять же, не считая Стана Лина, телекинес от Рубика, больше назвать что-то таким 100% контролем. Братрум для Сларка, но это не проблема. Отбунснул, дарпактил и убежал все. Джиггернаут, разумеется, также не является проблемой. Ушел Шэдоу Дэнс, и ты вроде спокоен и жив. Банится Дараксир. Пришли вичи-гейминг, что да, пачка будет саппортов. Братрум Рубик, Лина, Соло Мид и Нужен Оффлей. Ну что, надеемся на чудо, надеемся, что будет Алхимик. Может, даже нормальный Соло Мид, а Лина, Рубик Саппорт и Братрум на сложный. Ну, хотелось бы так, конечно, потому что если это будут Дараксиры, то не знаю, как ребята будут здесь выигрывать. Опять же, контроля на Сларка, и Клопу попросту его не будет хватать. Его будет очень мало. В то время как у Дзекьяси сикаски, есть хукшот. Тоже контроль не стопроцентный, но все-таки хоть что-то. Андайинг. Такий Андайинг от Вичи Гейминг Потеншал. Ну, тимфайт будет неплохой за счет тамбы. За счет он не слэша, там замедление, Братрум прибегает, но не знаю, мне пик. Пока что Дзекьяс нравится побольше. Ждем лаз героя. Должен быть это Саппорт. Никто другой. Должен быть это Саппорт. Полтора минуты остается. Инфлей на капитанской позиции. О, команда Вичи Гейминг. Это Янг. По сути, игроки для нас знакомы. Ну, по крайней мере, Дзекьяс знают многие. Ну, вот. Команда Вичи Гейминг, некоторые Ники. Собернул такие вот стендыны. О, Рейс Кинг. Так, ничего ж тебе. Что получается? Это Сларк Соломит. Это, как я понимаю, сложный Рейс Кинг Кэрри. Слушайте, от китайцев такого ожидать не всегда стоит. А тут Рейс Кинг неожиданно. Правда неожиданно. Или это Саппорт вообще? Это Саппорт. Да, стойте, стойте, стойте. Саппорт же нужен был команде Вичи Гейминг Потеншал. Вичи Гейминг Потеншал забанили Саппорт. Это так я с Треволья. Саппорт. Это Саппорт Рейс Кинг. Ох, ничего себе. Слушайте. Решили вспомнить былые времена. Рейс Кинг с Тангусиком, с вардами. Один ставят на базе. Все нормально. Ну, слушайте. Удивлен, удивлен. Интересно очень. Интересно, что будет показывать этот персонаж. Фласку, щиток. Или это вообще лесник будет? А может вообще лесной Рейс Кинг? Ладно, поглядим. Очень интересный выбор. Возможно, даже частично спорный. Сларк. Восемь Танга. Фласка, щиток. Ничего себе закупился. Слушайте, прям по полной программе. Ну и как вы считаете, вот этот пик Рейс Кинга Саппорт, он хоть немного объясняется хоть как-то? Зачем Рейс Кинг? Почему здесь какого-то Леона, более хорошего контроллера, именно Рейс Кинг? Нравится ли нет? Плюсик-минусик, давайте. Интерактив проведем. Интерактив это круто. Интерактив это всегда интересно. Ну и по никам пройдемся пока время. Миссин Флейм на Квин оф Пейн, Джун на Клоке, Демонс на Рейс Кинге, Айси на Вич Докторе и Эйм на Сларке. Команда Вич Гейм Потеншал, Док Файтс. На Рубике, Икс. На Андайенге, Янг. На Братруме, Фан. На Джиггерна у тебя будут играть. Кто-то был с иероглифами. Да, Стендин команды, Вич Докторе и Эйм Потеншал. Ну, на стадии эрлигейм Лина может очень сильно доставлять неприятности. Для любого мидера, будь то квапап, будь то кто-то еще, даже когда были лишь раки, наверное, Лина была одна из немногих соломит персонажей, которая была способна контрить эти вот молнии. Огромный прокаст от Лешего, начинает он с 5-6 уровней. Ну и вот Лина пока что должна чувствовать себя на лайне очень неплохо. Внизу поцепили, Андайенга, пошел станчик, все по таймингу, еще и каски полетели, но там в крипа, в итоге последний отскочил заряд и вроде 3 дизейбла есть, но толку от них пока не особо. Ну как, у Сларка дизейбл-то не полноценный, там будет паунс и все, но тем не менее замедление почти до нуля это, по сути, это полноценный дизейбл. Джун, 0 крипов, 2 уровень, 2 тангусика уже проел, щиток висит, ну и лэнапы таковы, что да, здесь дабла Джиггернаута Рубик, убийственная дабла, на центре Лина, гнобит пока что инфлейма, ну и на нижней лине Барна Трумп и Сандайинг тоже. Такая вот хорошая комбинация, мы ее нередко видим, которая по-настоящему представляет огромную угрозу для любого лейна, будто трипла, будто это герой в харде, всегда неприятно, когда тамба, декей, разгон, баши от Баратрума все это вместе, еще замедление. И убивать соперника можно, даже с Ларком, который пока не особо силен, да, у него паунс, но колдауны большие, шедоу Дэнса нет и ОХП не все таки хорошо. Паунсят на Янга, опять же, позапугивать, немножко поворовать основного атрибута, но в целом все очень спокойно. Андаинг идет на руну, там есть хоста, иди сюда еще и демонс, давай демонс, танчик, нет, решил, что не стоит отить ману драгоценно для Раскингана, по-настоящему драгоценно, приходит сюда еще и Баратрум, демонса погоняет Андаинг, так тычку, декейчик, еще 68 урона дал в лицо и нормально, и довольно собой. Ну, с Ларкой какой-то спейс дают, да, он фармит здесь, но в целом это дабла, все-таки какую-то угрозу так или иначе представляет. На топе Клок отводит крипов, вот так вот отвел, вернул назад, тянет время, дабы не пошли крипы по тавер, ну и лайн, соответственно, не пушился, все верно, работа. Микро-моменты, но они очень важные, стоит их всегда учитывать. Не то, как ты ожидал. Джиггернаут 14 крипов У Сларка 18 И на миде, кстати, уже Квин оф Пейн постепенно начинает Лину перегонять Инфлейм Боттл купил себе Скоро и ботинок появится Обузит бутылочку Ну и Лина на талисман Боттл также обузится Но с повелением ультимейта у Лины Можно попробовать поубивать Инфлейма Хороший шанс Опять же Драгон Слайф будет третий Лагуна будет первая И будет реально хороший шанс убить Еще многие, я думаю, просыпаются После вчерашних матчей ночных Я, к сожалению, их все не смотрел Поставил там пару ставочек На Virtus.pro Поставил На Monkey Business против EG Поставил везде выиграл Довольный Не послушал НС Все сделал наоборот И в итоге вроде успех Потому что Virtus.pro Я прям верил Ваунс Подцепили Баратрума Баратрум Башек с первого удара И назад можно отойти Но Сларк опять же ворует Основной атрибут Получает немало ловкости Там 7-7 урона По восхитить Одно удовольствие Даже без наличия топорика Клок Четвертый уровень имеется Игра через Rocket Flare Поэтому восхитить Так же особо проблем Не доставляет Для Джуна Ну опять же Все пока очень спокойно Уже 5 минут игры прошло А ФБ до сих пор нет И Даже никаких намеков Неброзблат нет Никто там не оставался На 100 хп Не убегал никуда на базу Нет Такого не было Джун Отводит крипов Не получается это сделать Вовремя приходит Рубик И Джун остается ни с чем Демонс Делает стаки Блок Пошла тамба Есть разгон Блэйд Фьюри Джун Уйти никуда не получится Закупает телепорт И погибает Здесь отлично работает Командующий геймпотеншал Братрум Когда бежал 100 лет бы прошло Но тут Хватило и Телекинеза Хватило плюс ко всему Тамбы Ну и разумеется Блэйд Фьюри Там был уже Троечку Прокачан Это дало о себе знать Сларк Не самый Популярный герой На The Summit Все лишь три раза Он появился за 66 игр Но имеет при этом Минрейт неплохой 100% Вот такая вот статистика Не ребят На эту игру я не ставил Я не ставлю на игры Которые комментирую Потому что это не имеет Никого смысла Здесь мне в принципе Все равно кто Победит Главное чтобы Дота была интересная Потому что пока что Один фраг за 6 минут Но это беда А на матч Где не комментируем Почему бы не поставить Почему бы не посмотреть На мид Разгон У Флэйма Стана Отрыскинга По линии У Флэйм Получает Лагуна Блэйд Врывается Янг Ракетка Еще плюс ко всему Залетает от Клока Но Лина живет Рубик живет А там Вовремя прилетел Янг И кинул пейн Добивают Дэмонс опять же Дал станчик Кулдауном Пока что Там всегда Кулдаун 8 секунд На мана Маны не хватает Там момент Когда был файт Маны не было На стан Так она сейчас появилась Четыре крепочка Наконец-таки Дэмонсу дают Здесь пофармить На центре Есть Почти четвертый уровень Разгон от Братрума Куда он побежал У нас Братрума Братрума на топ И Джун Очень опасная ситуация Рядом уже Андай Готов он выходить Джун Ставит Коги Вовремя Телепорт разжидается От Queen of Payne Queen of Payne прилетает Тамбор разрушает Ребята Получают за нее 100 золота Ну и Два телепорта Спасают жизнь Один отменился Кто там летел Ну видимо Вич доктор Хотя не факт Может быть и Сларк Я к сожалению У этого момента Не прочитал Кто там летел И куда летел Shadow Strike Sonic Wave По Queen of Payne 80 хп остается Извиняюсь Полине Прожимать стики А будет при этом Еще нул талисман И Должна жить Должна жить Хотя Черт его знает Но есть Рубик Готов динайить Он 20 хп Да Вынуждена задинайить Там что-то страйк Видимо не первый Да второй Поэтому он такой дэмэдж Огромный Если был бы первый То Все было бы иначе Ну Рубика даже Помазать нечем было Ни танго Ни фласки Никакой Поэтому Но задинайли Опять же Лина потеряла деньги Но при этом Мы Сидиси Яс Ничего не получили Курир Баунтихантер Очень милый Прилетает Видит Что он вез Самокшенные стики Усларка Восьмая минута игры После ботинка Пурменшилд Нет усларка Никих убийств Стан По Янгу Но Янг опять же Цель не луучше Хотя Забаунсили Типау Делать Спиритбрейкера Не получилось И минус Баратрум Там еще Глок пытался Подстелить Почти у него Получилось Это сделать Но почти Не считается Внизу Смоках Рубик Плюс Лина Есть тут руна Инвиза Еще можно ее Забрать При этом Команда Сидиси Яс Это не видела И Ставится Вард Рубик Вместе с Линой Лина Актирует Инвиз Просто Кругами ходят Видят Сларка Видят Рейс Кинга Но не лучшие цели Там все-таки Два толстых героя А вот Вич Доктор Да Вполне Нормально И минус Айси Вич Доктор Наверное Была единственная цель Которую можно было Быстро убить Тоже Рейс Кинг 700 у него ХП Почти 800 Сларка Как-никак Уже есть ультимейт И Если не держать его В полном контроле То Убить сложно Хотя там есть Опять же Телекинез Вот Стан Лины Лагуна Фейт Бул Хватило бы дэмэджа Хватило бы Но это уже не важно Погиб Вич Доктор И командующий Гейминг Потеншал Может гордиться собой На топе Джон Хукшот Крипов Но даже По крипам не попал Хоть они и шли В панике Пытался что-то сделать Не получил Жиггеронт Как-никак С ультимейтом Уже есть маска Неужто будет маска В Мэдос Хотя не знаю Может быть и Доминатор Не факт Может быть вообще Просто маска оставит И купит себе Там Рингу Фрейджа Будет Персеверанс И так далее И так далее Возвращается на Заджун 0-2-0 пока что Не самая лучшая стата Но ПТ есть Хукшот Имеется Он уже его показал Правда Не так как хотелось бы Нам увидеть Но тем не менее Что-то-то получается Рубик делает стаки На иншентах Также контролит руну Тут приходит Эйм Дартфакт И руну забирает себе Регенерация Которая моментально Сбивается Дартфактом Ну забрал и забрал И довольно с собой Сойдет Видит себе Видимо аквилу Какую-то да Будто аквила Пауэртрицы И маска Мэдоса Джиггеронта Ну Должен пушить Вышки Сомнисвешно должен убивать Всех и вся Ну не считая сларка Рейскинг Рекарнация Уже в принципе у нее есть Я думаю он вставляет ее В плюсик И не прокачивает А в этом случае Чего-то надо будет Он прокачает Не надо Не прокачает Это ошибка некоторых Рейскингов Которые прокачивают себе Рекарнацию Более особо на саппорт Даже если кэри Ну ты фармишь Один в лесу Тебя убивают Один раз Пятером Потом второй раз Ну смысл Рекарнация Нулевая Так Если вам понадобится Будут какой-то Тимфайт Где нужно Будут умирать И воскрешаться Зато обязательно Рекарнация Появится Не знаю Паратрун Там Незэстрайк Там замакивается В Асларко Выходит Сюда демон Кстати Есть у него Тритестан Есть также Дезвард И каски Так что можно Янга попробовать И убить Правда Если ты уже Прокасал Дезвард То либо его сбивай Давай каски Либо Дезвард В принципе Не кастуй На топе Фану конечно Сложновато Подойти к вышке Там Клоук Ракеткой Отгоняет Крипов Под себя Поэтому Нужна может Какая-то помощь Он мне сказать Кстати уже имеется Пока он первый Но По адванску Мэдов Там ударов Между прыжками Будет проходить Немало А если еще Криты будут При даче То будет Прямо замечательно В смоках Сиди Сияс Побежали На топ лейн К Джиггернауту В гости Но лучше Если найдут Конечно Шанданги Но Антанг уходит Уходит подальше Он без маны И у Джиггернаута Огромная неприятность Если Редскинг подстанет То это почти 100% Под Сониквейвом Под Дезвардом Да Фэна находят Фэн Но за Ивэйди Это стан не проблема И Стан Ивэйдит Она просто делает Эпоаут Но есть там Лучше чего Разумеется Хукшот Ну и без него Убили Дезвард Это без дэмэдж Сониквейв Сониквейвом Вот Абаратрум Разгон Сларка Прилетает ракета От Клокверка Эйм Дарбакс Отсюда пытается уйти Одна зомбя Идет Бежит Пытается сгрызть Декейс Зомби Надо убить Минус зомби И Undying В стане Уходит Но у дэмон здесь Старь По сути дэмон Начал Хороший файт Если бы не было рекорнации Не было бы замедления Агронова То наверное бы CDC В итоге бы проиграли А так Отлично Убили Лину Получили Не так уж много денег Да, прокастовали бы Смотрите сколько всего А погиб В итоге Лишь один мизер Командой Вичкинг Патент Все, больше никто Это забавно Очень непопытно Что именно так произошло Ага Джаггернал Льючий гейминг Один из самых популярных кэрри Гендрейт на нем 71% Так что Товарищ Фэн знает как нужно Играть на этом персонаже Мы это видим Да он конечно погиб Но там шансов выжить Ни у кого не было Кто-то не был На хост Или любой там Профессиональный карриар Тизи Кто угодно Если Себе приходят Тюнинф Пейн С Соник Вейвом Вич Доктор Тезвардом То шансов очень мало Даже просто Нажать Блэфирию И улететь Элементарно Там еще Хукшот Который сбивает Телепорты Если надо Джун контролит Руну Баунти Выходит Лина в инвизи Но демоджа Надо Я царю на себя трезво Не хватит Лагуна Блэйд Все лишь первое И Юла нет до сих пор И Лина по Нетворсу Давайте взглянем Проседает Да, четвертая она идет Сларк Туп 1 Неудивительно Он имеет и ассиста Он не умирает На топе, кстати Амэйм Надо отсюда бежать А то можно и Получить пылицу Рядом инфлейм есть Ну, Фен Под маску Поинда, кстати В миде В рейв На Джуна Незерстрайк по Джуну Тоже проходит Да, Незерстрайк по Джуну Минус Джун Подцепили также Айси Телики Нес Бейтбол Стан от Лины Удар-удар-удар Минус также И Саппорт команды Си Ди Си Ну и тут Джиггераут Умер на топе Да, с помощью Сони Квейва Подцепили Не было у него Блэйд Фьюри Но мне слэш Не помог бы никак Ну, размен У плейнера Плюс саппорта на кэрри Не знаю, кто В таки в плюсе вышел Но Наверное, если вот так Прям анализировать То Один к одному По ролям примерно Один к одному На Дэморса Разгон Дается Дай у нас без ультимейта ПТ Восьмый уровень Взял уже себе Ну и смоки Может быть Какой-то Блинк Даггер Выйдет Для саппорта В Рейтинге Это прям Идеальный выбор Да, Квинов Пейн У нас является Одной из самых популярных персонажей Появляется она Каждую игру Без исключения Интересно Я думаю Уже скоро Эту Героиню Все достанут Видеть Ну добавили Озвучку Русскую Как мы помним Но Кенов Пейн Так же Я пока что Не особо фанат Этих озвучек Даже официальных От Valve Поэтому не ставлю Пусть у нас будут все на английском Не знаю Не хочу Не хочу Вот как это Не хочется привыкать К этому Есть игры Где наверное Не хочется Слышать русскую озвучку В принципе Что же Привык к фразам Уже знаешь Что герои говорят Английский Как-то подучиваешь Это А мне так поинтереснее Разгон На эйма Встанавливается Братрум Один он не воин Есть эти перчатка Неужто Мидас себя фармит Потому что До него еще Очень будет долго 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 Фармить Минуток это 5 Может 6 И это будет Мидас на 20 22 минуте Что Не есть Самый быстрый Мидас в мире Блиндаггер От Сларка Левел 11 Второй шеду Дэнс И Юлу Улины Появляется Но опять же Все это очень поздно Панетворс Улина Просела От Квин оф Пейн На полторы тысячи Ровно Это очень много Ну и по экономике Команда CDC Яс видит Разумеется 3000 по золоту 3500 по опыту Видит Айси Разгон дает Айси Получает станд Драгонслейв Ну тут просто Растерзали на части Бедного саппорта На топе Эйм Попытался же Гранату убить Не получилось В итоге Отменяет Фэн Телепорт Да непонятно Чем он улетал Ну видимо думал Что вдруг Квин оф Пейн Как это подойдет Но Квин оф Пейн На нежилини Палится Вместе с Раскингом И на топ Эйм Уходит Но эйма сложно Поцепить О чем вообще Блинк Дайгер Шидоу Дэн Спаун замакшены У него столько Эскейпов Что Поцепить Без хорошего Суперконтроля Не получится Внизу вышка падает Полетят CDC Яс Если что Дэфит топ И там уже Сларк на готове Сларк Прыгивает назад Пока что Раскинг Уже готов Есть у него Кстати рекорнация ПТ на ловкость Зачем Вроде стики не нажимаешь Вот на нас Сила поставилась Нормально Может быть просто забыл По привычке Ирон ловкочей И так далее Джун в позиции Приходит Рубик За спину Неожиданно Джун Оказывается здесь На месте событий Станчик Джун Добивает Рубика Джиггернаут раскрутился Эйму кстати Очень больно Эйм Чуть здесь не погибает Джиггернаут Нету маны На умни слэш Надо жать стики Стики успевать Прожать не смог Янг ТБ аут Вот это сделка Нам слишком много дэмиджа Минус так же И Братру Погоня За Линой Но Лину не остановить Теперь он в поин с агонимом Поэтому Никаких дизайблов нет Да То что Джиггернаут не успел Нажать стики Это конечно забавно вышло Просто ворвался Блэдфюрия А больше маны Не оказалось ни на что Ну так вот оно бывает И вард поставил Которую разрушили в секунду Ну в общем Файт снова Не самая удачная Для команды Вичигинг потенциал Джиггернаут снова погибает 1-3-1 Убийства у нее особо нет Только лишь одни смерти Ну и 7-7 счет По экономике Там уже больше 5000 За командой Сидиси Янг Сидиси Яс И около 6-ти По опыту Ну вот маска На Джиггернауту По прежнему остается Самой популярной Собирается почти В каждой игре На Джиггернаута Сейчас еще нынче Стал популярен Баттлфюрия Который собирается Тоже довольно таки часто Ну и потом Приводит к успеху Ближе к лейтгейму Когда Джиггернаут Все-таки начинает фармить С помощью Баттлфюрия Фармить быстро И фармить много Разгон тем временем На Джуна Джун Включает батарейки Рядом в принципе Есть Айс Айс Надо уже кастовать Какие-то каски Каски прокастовал Дезвард не ставит Фукшот А вот он и Дезвард Подъехал Янг Очень сильно проседает Ставится тамба Но Янг Должить погибать Нет приходит Андайнг Демаж всегда Но так или иначе Минус За счет Соник Вейвгенов Фэн Стан по инфлейму Лагуна Блейд Инфлейм Воруется скрим Омни слэша Джиггернаут Но это всего лишь рекорнация Фан по сути Ничего толком не сделал Приходит снова Джун Есть у него Коги Прыгает Кога их закрывает Лину Отлично Лина без Юлы Еще 8 секунд Батарейки начинают Очень сильно просаживаться Погоня Джуна Джун Но нет Больше ничего Да Больше ничего нет Поэтому приходится оставлять Сларк Убивает Андайнга Тут Андайнг Загулял Брэдскин Прыгает Тэп аут От Фэна Опять же подцепить Не получится Нету Ничего что пробивает БКБ У Деманса Ну и уходит Отсюда Джиггернаут Но в этот раз Небольшом плюсе Оказались Вичигинг потеншал Просто потому что Убили Квинув Пейн Да Квинув Пейн как-никак Был топ 2 по Нетворсу Это Дало себе Знать Квинув Пейн 700 золота После Агонима ПТ Нул Талисман Маджик Вент Боттл Сларк У нас 2400 Ну что ж Саша Яша Либо же Скади Что ожидаем Потому что уже можно Купить либо ультимейтор Либо выйти в Сенш Либо Яшу На выбор Эйму Но Эйму идет уверенно Секрет шоп И тут покупает 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 ультимейтор Ну вот так вот решил Все-таки Скади Больше такой Более лейтовый артефакт Что ли И решил Забить на Сашу Яшу Взять сразу себе Скади А потом уже может быть Выйдет Попозже В обычную Яшу Тоже вполне будет Достаточно Внизу Винопейн Тысяча золота Имеется у инфлейма 13 уровень Ну можно Какой-то БКБ купить Покупается Войтстоун Не факт что это будет Хекс Может быть просто выйдет Линкен Сферу Так что против Юла Против Телекинеза Против Омни Слэш Против Разгона Такие очень опасные Таргетные способности Которые можно будет Контрить просто Ими Линкен Сферу Разгон От Баратрума Баратрума Баш Трашанчик Еще здесь найдут Лол Как неприятно Демон приходит А здесь Янг Слыхит Какая ситуация Взратительная Тут и Тамба Фукшот Рыв от Клока В Лину Телекинез Джуна Джуна уходит в инвиз Джуна не видит Айси Каски Полетели Ставится Дезвард Эйм Ворвался Фэна Фэн Нажмет блокюри Уходит от Баунса Докфайт Соник Вейв В итоге минус Также и Рубик И Погоня За Андайингом Клок застрял в лесах Но Андайинг Типаут Приходит Рискин Каски От Вич Доктора Минус 3 На ровном месте Просто минус 3 Не собирались воевать У Чигэнг Потеншал Не собирались воевать У Е Си Ди Си Яс А на деле пришлось На деле выбора Не оказалось Да Ситуация неприятна В итоге падает Тирадим башням Можно пойти на Рошана После этого В принципе Рискинг Имеет Ауру Притом за макшу На Ауру Влэдзимирс Там 30% Лавсил Просто он огромный И забрать Рошана Не проблема С помощью Сларка Но мы решили нет Решили что пока не хотим Не хотим идти туда Жигернаут БФ Мом Стики ПТ Ну артов немного Но при этом Они сильные Опасные Но опять же Рассчитываем больше Этот фэн на фарм Нежели на файта Дэмэджи конечно хватает Но БФ это Артефакт для файта Все таки Если у тебя есть Тиммейт Который может Как то Стянуть Либо остановить Всех в одном месте Ну будто Энигма Будто Магнус Будто Дараксир Плюс какой-то хороший Дизейбл Такого разумеется Я не вижу Стаки Под Вардом Под Момом Формятся очень быстро Бог все это контролит Но Слишком поздно Жигернаут получил Свои деньги Рядом команда Сиди Сияс Хотя при том В полном комплекте Полной Боеготовности Решили что Наверное Лучше Пойти на Рошана Ставится Вард на Эншент И там Сентриб Правда Все видят Но пока Сбить не получится Чекинг потенш Просто у них Вижен А на этот Вард нет Сиди Сияс Несмотря на то Что они доминируют Доминируют Там на 7500 по золоту На около 8000 по опыту Боятся Заходить на Рошана Просто прийти И убить Хотя Все для этого имеется Тирадим башни убиты И Иди на Рошана Убивай Но нет Боятся Боятся очень сильно Что можно сейчас Сделать Одну ошибку И она приведет К полному камбэку Командующей Геймпотенш В принципе это возможно Конечно У Лины Будет аганим Наконец-таки Никакие это Не Бладстоуны Или что-то еще Это просто аганим Сразу выход В чистый демедж Ну хотя тут же Сларк уже 3000 У нее скоро появится Скади И там будут Около 2000 Даже чуть больше Хелспоинтов И как пробивать Ну я не знаю В леса Приходят деманс Стан По линии Ставится там Бас У них Вейв Винфлейм Надо убивать Убивают Рубика Влагу на Блейд Винфлейм Винфлейм Получает просто Огромный деманс Уходит Бьюл А то вне слэша Делает блинкаут На 40 хп Да ладно Прожимает там Боттл Минус он дайн В итоге Рискинг Воюет там бой До конца Не получает это делать В итоге Айси Айси Надо бежать Там же Гернаут Начинает потыкивать Стан мимо от Лины Айси убегает То время как Сларк Убивает Баратрума Один Без помощи тиммейтов Ну и 3 в 2 Выходит Ну снова Убили кинул в пейн Все-таки погибла Как там она погибла От кого? Ага От Баратрума Баратрум прибежал И понатыкал Может быть урну кинул Но не суть Не суть важна Да в итоге Просто за счет того Что погибает Еще плюс ко всему Клопа Командующий Генпотеншил Уходит в плюс Маленький ДПХП тоже Сларк Ворвался Встретил Лину Блин Ничего не поняла У Лины не было Ничего чтобы как-то Себя спасти Ну и минус Лина Сларк 2 200 хп И Жиггернаун Фарм интенсия ТП вот здесь видят Фукшот Блэд Фьюри Фэн уже сделал просто дебаут Бить его нечем Но там такой дэмэдж Конечно ужас просто Сларк все-таки Понаворовал Так понаворовал 66 66 просто Ловкость Ой-ой-ой Немало Явно Немало Раскинг Броссворд Ну теперь можно после блинка И Блэдмейл выйти Вичдоктор у нас почти есть Аганим Клок Имеет Гост Форстав И Бенофейн Ну после ула Ничего не приобретает Мы видим как ел полезен Избивать телепорты И уходить И от разгона И от Лины И от Джиггернаута Это много всего Да и даже тебе время Чтобы потом блинкаут нажать И улететь Все Все очень просто Лина Аганим Через 500 золота Братрум Перчатка Огроклаб Но решил что наверное Мидас это было бы Не самое лучшее решение Потому что он появился бы Только-только Брэгет Сларк За фэном Дартфак И вайти Возможно Атаки от Лины Но разгон не висит Разгон висит Бежит Братрум И в принципе Можно выйти Но нет Отменяет Отменяет Чарж До сих пор Очень много Есть Ловкости Но Рошан стоит До сих пор Ведь его убейте Вы уже наконец Ну боже ты мой Неужели не хотят Рубик Клака Транквилы Джиггернаут Яшу себе приобрел И андайн Мека Ботинок Ну и собственно Все Но меки хватает Для файтов Вполне То что нужно Падает Сердовышка Получают Деньги Сларк Сларк Попати Башер Ну вот Вот они Артефакты Победы Скади Башер Блинк ПТ Маквила И Эдов Больше Больше Десяти тысяч Уже Такой Барьер Когда Становится Очень печально На тридцатой Минуте Он Преодолен Команда Сиди Сиас Витча Генпотеншал Пока что Лишь Смотрит Как им Копают Могилу Но ничего Сделать этим Не могут Смотрят И плачут Надежда На Джиггернаут Конечно Лина Ближе к лейтусу Слабеет Может быть Какого-то Витч Доктора Она и будет Убивать Итол Того же Витч Доктора Уже 1500 хп Извините Как ты его Убьешь Клока Также Пойнт Бустер Дает Хеллспойнты Клока Появится Также Аганим В перспективе Недалекой Ну Джиггернаут На Джиггернаут На саммите С Момом Все игры Выигрывал Было их Немного Но Для игры С Момом Джиггернаут Побеждал Посмотрим Будет ли это Здесь Ракетка На Рошана Витч Кен Подошел Смоках Их не видели Разумеется Ставят Вард И видимо Именно БГ Собирается Зайти На Рошана Да Джиггернаут Есть Есть Москов Мэднес Бижен У команды Сдек Яс Нарошания Нет В центре Разумеется Тоже Но Очень аккуратно Внизу Есть Демонс Но у Демонса Рекорнация Это прям Не самая лучшая Цель Если сказать Мягко Но решили Попробовать Забрать фышку Посмотрим Потому что Сидиси Яс Готовы мстить За нее Уже В позиции Демонс Надо дать Станчик фана Врывается Прыгает На Лину Лину Убивает По сути В секунду Еще и башен Проход Нет Лина живет До сих пор Юл прожимает Деморс Идет В центре Пайта Хочет Чтобы его Поскорее убили Деморс До конца Еще живет Вот оно Замедление Пошло Уже Лина Погибло Омнислэш Омнислэш Пайм Уэй погибает Хороший Омнислэш Дозвард ставится Дозвард Чуть начинает Пробивать Вэна Ни одного Баша Ни от того А баши Нету Жигернота Извиняюсь Да Три в два Вылетает Отсюда Рубик Рубик И улкину Вэйн Поднимает Себя Но Рубик ушел Но Рубик ушел Скользнул Слушайте Три в два Неплохо Побоевали Опять же Убили Сларка Что есть Очень хорошо Взглянем на Нетворсы Договая Что там Плюсик Кто в минусе Но вот Жигернот Получил 1500 И в целом Командующий Геймпотенш Снова в небольшом Плюсике Можно идти на Рошана И Сларк Оказался в минусе Ну вот Вот то что нужно Сенж Яши Уже имеется И Д-200 Имеется в наличии Ждем какой-то Башек что ли С башеком Будут намного Интереснее Прикольнее Опять же Баш Будет давать Возможность Того же Сларка Остановить Тот же Дезвар Сбить А то я что-то подумал Что вот Жигернот С башером был Нет С башером Он еще не был И по таким атакспидам Может в принципе Забить Мы видели Жигернот просто С Муншардом С Боттерфляем Которые били Настолько быстро Что это Был какой-то ужас Может быть Будет и так Итем билды Различаются У каждого игрока Он в принципе Свой Жигернот Такой герой Пластичный И под него Можно много Всяких артефактов Собирать Совершенно разных Будто Эбисел Блейд Сразу Или же Муншард И Боттерфляй Или там даже Кирасу Ничего бы нет Кирасу Кстати не часто Я видел на Жигерноте Хотя Можно было бы Армора Конечно не мало Но Могло бы Типа больше Скажем так 3500 У Фэна 3500 Пока деньги не вкладывает Никуда Ну ждем Чего будет интересного Кинул Может ультимейт Накидать на всех И вся Ничего страшного В этом нет Ну и боковая Джигернота Все таки Блокинбар Ну Ну не знаю Не знаю Не знаю Наверное Сомнения есть Потому что Блокиритого У тебя уже есть Конечно это Не самый лучший вариант Для БКБ Но тем не менее Посмотрим Что артефакт стоит немало Блокинбар Посмотрите Все деньги Который Джигернот имел Потратил Райт кликом Ну а Станер Скинга Спасаешься От касок Так же Но в принципе От Соника Вейва нет От Изворда Нет От Хукшота Так же Нет Поглядим Очень интересно Заходит CDC на Рошана Наконец Дожались мы Этого момента 33 минута 22 секунда Что-то В этом есть Безусловно И Рошан Начинает падать Быстренько Что-то Вичигем Рисует Говорит что Надо чекнуть Рошана Давайте Быстрее в сумаках Побежали Смотреть Что там происходит Мы готовы воевать Мы сильны Мы опасны Мы вообще молодцы Можем откомбечить Баратрум Прибегает Баратрум Видят Баратрума Брейф От Рейскенгауэр От Сларка Минус Янг Секунда Приходят Закрывают Трех героев Просто наеха граунде Инфлейм Получает лагуна Уходит на 22 хп Вьюл И Замбя Догрызают Таки Сларк Шаттл Теннис Начинает Граунт Напиливать Как же там Больно Эйм Ловушки Оказываются Минус Так же Эйм Скинг Рекорнация Ничего страшного Дезвард Пропиливает Очень сильно Лина Уходит Ветра Когда же Дезвард Закончится Наконец-таки Он закончился Джун В госте Привять его Не получится Фэн Надо ультимейт Кастовать Фэн Вот он ультимейт Пошел Больно Очень больно Минут Джун Деморс До конца Съедает В итоге ППКБ Фэн Начинает Наваливать И Инфлейм Как же Там больно Айси Критулечка Раз Еще Критулечку Еще Критулечку Давай Да Вот она Еще Критулечка Вот она Еще Фэн Блэдфюри Трипл хил Уже имеется Идет до конца Воевать с Инфлеймом Инфлейм Есть скрим Через секунду Уходит На блинкауте И ТПА Должно уходить Должно уходить Хотя Еул Дается Как же Четко Ну и Воевать Воевает До конца С этой клопой В итоге Уходит Клопа На 130 ХП Бежит Джиггернаут На 220 180 Остается Прогреть Кенуфейн И скримом Добивает Рошан Стоит В итоге Рошан Остается Живой Братрум Побежал Нету блинка Он Флейм Нету блинка Не будет Его еще Три Две Одна Братрум Еул Отлично От клопы Надо куда-то Блинковаться Подальше Незерстрайк Не дать И Братрум Остается Ничем Очень Интересный Файт Очень Забавно Интересный Файт Выходит Рубик Климер Кейп Ну и 24 16 Рошан Остался Кто В итоге Выиграл Ведь По графикам Мы видим Что Вичи Гейминг Все-таки Чуть Плюс Дадж Гернаут Он много Фрагов Получил Там Трипл Килл Был Ну и Плюс ко всему Еще плюс И Рейскинга Убили По сути 4 килла Было Но Рейскинг Экранация Это не считается Скажем так Сларк Снова Наршана Продамаженный Ставится Вот раз Уже Тамба Антайн Просюда Это Наршана Просто Два удара Еще Меха Еще Рейскинг И Минус Антайн Да Янг Создавшат Острайк Начинают Янга Напиливают Скрим И Минус Три героя Команды Чинг Инфотеншал Прикольно Ворвались Очень забавно И Тамбу Тоже Убивают Но Теперь Точно Рошана Можно Убить Теперь Уж Точно Да Сварк Есть У него 45 Ловкости Рошана Забирает Айгис У него 3000 Ну Ждем Абиса Блэйд Конечно И Аганил Уже Для Клока Летит Полной Готовности Будет Клок Нас Проваться И Убивать Лина Аганил Тысяча Золота В запасе Джиггернаут После БКВ Пока Ничего Нового Нет Но 2500 Уже В руках Имеется Нандайн Клака Мека Также Фармит Видимо Зомби Именно Глимер Кейп Глимер Кейп Ну что От Лины Еще Можно Ожидать Появление Чего-то Типа Хикса Наверное Какого-то Лина Лина Лин Увидят Или Нет Должны были Видеть Был момент Когда Видели Но Далековато Находится Клок Не спи Не спи Это Никак Дать Хукшот Да И Лина Улетает И Лина Уходит Ракеты Уже Никого Не нашли Лина Давно На базе И бежит Дальше Фармить Братрум Почти Блокенбар Перчатку Он Продал 3 800 Усларка Ну что Если я бистал То уже можно Выбрать Если что-то Другое То не знаю Чего Тут Стоится Заменять Лишь Аигис И Мидас 2 секунды Дизейбл Против Жигеранта Которого БКБ Это Наверное Лучший Расклад Из всех Которого Может быть 2 секунды Это Немного Но Продамаж Жигеранта Настолько Сильно Чтобы Он Умер Можно По крайней мере Испугался И убежал А 200 ХП Воевать Не будешь Это Точно Жигеранта Фармят Еще и Скади Кстати Для Уплотнения Плюс Атрибуты Все Добавляются Не только Ведь Дэмэдж Но еще И ХП Еще Инда Там Всего По чуть-чуть Еще Пассивная Спасованность Замедлять Летит Курьер Находит Воем И убивает Просто Одним ударом До свидания Кура Была Она пустая Но Все равно Так или иначе Неприятно Крупик В чужих лесах Стоит Тут Думает О жизни Надо Тоже Улетать Делать Здесь Нечего На топе Ворвались Лина Уходит На 100 кп Она там Все-таки Сларк Вместе С Клоком Добивает Таки Лину Лина Есть Байбэк Ну и Пойдут Сейчас Дальше Просто Ребята Сларк Пока Вислбэ Правда В колдауне Но Тем не менее Нету Мизера Команды Чингинг Потеншал Почему Не попробовать Просто Дожать Потому что Момент Для этого Удачный Тем более Аегис Есть Две минуты До исчезновения Но все Прямо Идеально Чтобы Заходить Постараться Ну хотя бы Пробить Стертревышку Тем более Тут продамажено На 400 Здоровье И можно Так вот По чуть-чуть Парусочек Поделать И Попробовать Его убить Так Прожимается Глип Какие-то Подлаги Снова На Верфик Ворвл Нормально Ну вот Уже Вышка Упала Начинает Бить Семилишный Барак Алебарда Урэскинга Появляется Также Очень неприятный Арт Для Жигернаута И без Дефа Отдают Казарму Мечников Казарму Роджевых Крипов Ну да Как тут Воеваться С таким Сларком Тут Вазерус Убей Это уже Счастье А два раза Ну Это невозможно Отдали В сторону Ну Для Фэна С Баттлфьюри Отпушивать Супер Крипов Это вообще Не проблема Имея Сплэш Атаку Имея Криты Которые Вылетают Шансом Каждый Третий Удар Это Не проблема Ну да Вот Кирасу На джигграунде За саммит Никто не формил Ни раз Ну В принципе Тут Есть даже В перспективе Какой-то Баратрум Который Может Кирасу Взять На джигграунде Есть Слоты Поприоритетнее Наверное Шанс Армора Достаточно Вполне Атак Спид Можно Получать С помощью Того же Муншарда Того же Бутерфляя Кстати Который Можно купить Старка Нет никакого Манкихенбара Но при желании Старка Манкихенбар Себе и приобретет Шестым слотом Если это будет Так уж необходимо Хекс У квапы Еще один Мощный Дизейбл Опять же Теперь еще Проблем похуже Держи герна В принципе Какие-то способности Типа Блэйфюри Либо Предмет БКБ Не жмет То Там его могут Держать В бесконечном стане За все это время Можно убивать Джиггернату Без проблем А бить Джиггернату Командующий Гинг Потеншал Выглядит Весьма угрюмо Да Лина Да Блинг Да Аганим Да Юл Но все-таки Это все на Один таргет рассчитано Не на два Не на три На один Один Юл Задув Стана Лагуна Одного ты героя Может убьешь И то опять же Это не будет Сларк Это не будет Та же Квиннов Пейн Даже это не будет Рейс Кинг Тут единственный Тонкий герой Это Вич Доктор А так Не то Вич Доктор Уже Аганим Которая ХП дает Немало 1700 Плюс год Ко всему Что ты будешь делать Не ясно И опять же Если Вич Доктор Выбирает хорошую позицию А то Айси Выкастовывает свой Тиммейт Ну просто адово Сильно больно Этот саппорт Также становится Крайне опасным В общем Вич Гейминг Такая ситуация Неприятная И что с ней делать Как мы видим Они не знают Стоят на базе Зажимаются Жиггернаут 4500 Нужно оставлять Байбек Что по байбекам В принципе Посмотрим какая ситуация Ну такая вот Жиггернаут есть Клок есть Больше ни у кого По нетворсам Жиггернаут единственный Кто хоть как-то так Идет Неплохих Отношения С противоположной командой В 20800 Против 22600 У Сларка Сларка А Лина Мы видим 12000 Уже Рескинг Перегнал Саппорт Рескинг Уже перегнал Лину Ну вот поэтому Лину не берут Слаба она стала Но слаба Если она в early game Не тащит И не убивает Тех и вся И не получает Мгудлайк На 10 минуте То Потом Имхо Субъективное мнение Что становится Таким персонажем Которым Вместо саппорта Нежели В короле Ну да Кажется Опять же 100 дэмэджа порезали Драгон Слейф Но это решает Это все Решает Решает Не мало Видите Тоже что Разберет Также пропал Спика В принципе Его нет Больше Если появится Тоже дум Будет В ответ Раз Почему Думали Брали Раньше Ну не знаю Почему Раньше Да Зажались Учительный потеншал С базы Никак выйти Не могут Бояться Бояться Да и Не особо Выйдешь На центре Всегда крибы Приходят На CDC Яс Формят Всю карту Формят Своилиса Чужилиса Все линии Разумеется У Клок Уже есть Плотмейл Будет выходить В Шиву Скорее всего Ну или наоборот Купа Шива Джун Кираса Там уж Как они сами решат 131 Шива летит Ага Янг БКБ Нажал Эйма Подцепили Проходит Башик Он мне слэш Все это По старку Врывается Джун Но слишком поздно Опоздал На пару Секунд И надо уходить Фаторики включила Бежать 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 Подцепили Также Джуна Станчик Мимо Уходит Джун Брейф от Янга Инфлейма Нашли Инфлейм Шэдоустрайк Блинкаут И так же уходит Ну Сларка Потеряли Неприятно Сларк там отдал Немало денег Нужно это понимать Ну так вот По чуть-чуть Маленькими шагами Но можно Что-то будет Вырисовывать Для команды H&M Potential Какой-то Выход Даже в камбэк Ну Смотря на графики Мы понимаем Ну да Не отыграли Где 500 Это неплохо Там каждый Получил Немало денег Джиггер Он тоже Получил Немало Эти Мемы Да Они Вечно Будут Жить Ничего Ты не Сделаешь Ради 10 лет А все Это будут Помнить Наверное Хотя Черт его знает Может быть Может быть И не Будут Джиггер Джиггернаут Бутерфляй Да Вот так Вот Но у Фэна Так спит Неплохой Будет Сейчас Опять же Какой-то Моншард Еще купить Если вдруг Но куда Его класть Уже артефактов То нет То есть Есть вариант Возврат Мозглаз И взять Кому-то Владимирс Потому что Владимирс У команды Вичи Гэмпотеншил Нет И он нужен Тот же Братрум Вполне Может приобрести После БКБ Уже БКБ То есть 1700 Вот Владимирс Надо Для команды Это лучший арт На победу Лотосорб От Квинув Пейн Отчешить Телегереза Как прямая Можно спасать Ну и просто Вешать на кого-то Дабы Омни Слэши Не проходили Да и так Дает Армор Там уже 22 армора Ну и Клок Можете Спокойно Фармить Шива Что он Кстати Уже И сделал Брюс Кинг Плотмейл Ауту Рискинга Будет Керасом Да Рошанчик Стоит Фэна Могут найти Врывается Сларк Проходит удар С Башиком Андай Погибает Врывается Клок Ставится Просто Адовый Дезвард Он начинает Набилить Абсолютно Всех Джиггернаут Начинает прыгать Инув Пейн В небесах Дэмон Срикгернаут Ничего страшного В итоге Фэн Ловит Эбисо Блэйд Минус Фэн Минус Янг Проблемы Также у Лины Лины летает в каскер И скинголстан Поднимает она себя Вьюл Но это до свидания Все равно Лина Также погибает Это минус 4 Трипл хил от Сларка Молодец Клок Молодец Разумеется Грунпейн Клок Ворвался Подцепил Рубика Но Рубик Просто по ауту И уходит И можно идти просто Да Ломать Ломать Лина Байбэк Баратрум Байбэк Развели на байбэк И можно отойти А теперь можно пойти И на Рошана Да Вот такие вот Байбэки Которые нужно было делать Иначе могли бы упасть Теперь 4 вышки И разумеется И трон Ну Развели И теперь конечно С Владимиром Проблемы Только базилка У Янга И да Владимирса Еще теперь Фармить Фармить И фармить На Рошане ТДС Яс Разумеется Никто сюда Идти не будет Но по-моему Уже конец Да Там все-таки Байбэка была сделана Сварг становится Просто неубиваемый Медасик Он сейчас Курьером заберет БКБ Небисалблейд Блинк Плюс ПТ Искадия Дают о себе Знать И Фокшот Пролетел На крипов Шива У Роскинга Уже должна Появляться Вот-вот Кераска Ну и Вич Доктор Также 2 200 Травела Какие-то себе Можете Позволить Может Вполне Почему нет Графики там уже Просто Выходят за рамки Разумного 25 тысяч плюс Ну и по-моему Аналогично 25 тысяч плюс Опять же Гернат уйдет Неплохо И он идет В топе В топ-2 Перегоняет Всех Абсолютно Он топ-1 становится Ну вот так Шутки шутками Но проблема В том Что одного Его не хватит Это не какой-то Фейслес Войт Который взял Прыгнул Куполом Пятерых Закрыл И убил Нет Джиггернаут Он конечно Зеленый Он может Убивать всю команду Но Проблема команды Очагаем Потому что Что у Си-Ди Си-Яс Также имеется Много чего Абисо Блейд Стандер из Кинга Каски Дез Вард Хукшот Соник Вейв Хиксы И все это Ставит под сомнение То что Джиггернаут Упадет Франтворс Он может Тащить катку Да нет Если все сделают Си-Ди Си-Яс Правильно То Джиггернаут Мы видим Умирает быстро И потом Пользы от него Нет никакой Ну вот Лина При пиках 11 раз на саммите Имеет винрейт Теолишь 37% А если Посчитать винрейт При лине Соло мид Я думаю Там будут просто Сокрушительные цифры Это все разумеется Патч 6.85 Про старый патч Мы уже давно забыли Что там было Что не было А вообще Кстати да Тут парень мне пишет В твиттер Что вы тоже Хотите пишите На здоровье Лекс с ЛТВ Интересно что-то Вопросики какие-то По матчу Или просто Формацию Потом это все Буду читать Либо в оффлайне Либо так Обязательно Используйте Такие виды Общение Кираса Раскинга Ну вот она и есть Кираса Лебарда Гем Блэдмейл ПТ Ты попробуй Раскинга Саппорт Он уже выглядит Как кэрри Притом очень опасный Кэрри У него дэмэджа много У него почти 30 армора И Муншар Сларк уже скушал Уже и Муншард Уже и Муншар Сларк Сларк просто приходит Начинает бить Срит-3 вышку Даже без скрипов Под бэкдором Вот он бэкдор уже закрылся И бэкдора нет Вышка падает Что делать Чекинг потеншал Опять же Непонятно Ундайн готов реваться Врывается Баратрум На инфлейм БКБ нажал Там лутусор Ухшот От Клока Фэн Ну вот у нас опять подлаги Пайте как обычно Но слушайте Минус Жиггернаут уже Все же Жиггернаута нет Рубика нет Ундайнга нет Падает и Баратрум Не совсем понятно Что произошло в этом пайте Но примерно мы понимаем Что снова Жиггернаут получил Все дизы Был возможно и погиб Гудгейм 1-0 Команда Сидисия спереди Но пока ничего не понятно Напомню что формат Данной игры Бестов 3 Соответственно Нас ждет еще Одна либо же Две карты Так что возвращаемся Мы совсем скоро На вторую карту Противостояние Сидиси Яс И ВЧГМ потеншал Счет 1-0 Пока что Сидиси Яс Впереди Никуда не уходите Никуда не уходите Сидиси 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 Сидиси